Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня на прямой связи по скайпу с нами президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Добрый день. Связь с Москвой у нас сегодня. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, задавайте вопросы. Также пишите в WhatsApp 230-6191. Вы в 1978 году были зачислены в легендарную группу «Альфа». Какие были критерии отбора и насколько они были жесткие? С чем вам пришлось столкнуться? Я сразу хотел сделать сноску в начале передачи. Я теперь не президент, а почетный президент. После 27 лет работы я сдал свое полномочие. Сейчас на слово и президент герой России генерал Канакин. Так что это для... Чтобы имели понимание, о чем мы говорим, чтобы потом не было претензий. Да, в 1978 году я был зачислен в подразделение антитеррора «Альфа». Тогда это называлось группа А. КГБ СССР. И в эту группу имели возможность или хотя бы имели право уступать или претендовать на это место офицеры в этой группе только офицеры КГБ СССР. В то время это была такая структура КГБ СССР. Это первое. Второе. Они должны отвечать критериям по физической подготовке, не ниже, наверное, кандидатов в мастера спорта по единонаборству или по другим видам спорта, который, ну, будет необходим для выполнения боевой задачи. И третье. Это, конечно, главная психологическая совместимость с коллективом или, по крайней мере, с теми офицерами, которым будут предстоять и выполнять боевые задачи. Так что в этой ситуации вот эти были критерии. И самое главное, что наши семьи долго-долго не знали, где мы служим и какие выполняем задачи. Так что вот этот гриф секретности на всю составляющую нашей семейной жизни и вообще бытовых проблем, он был очень долго. Ну, вы принимали участие во многих боевых операциях, в том числе и в городе Орджоникидзе. Вы освобождали детей, захваченных террористами, были в том числе и ранены в Афганистане. По крайней мере, как свидетельствуют источники. Знаете, как говорят, что солдат неуязвим до первого ранения. У вас было это ощущение неуязвимости в какой-то период? Или, может быть, оно продолжалось на протяжении всей работы все время? Вы знаете, когда мы смотрим, наверное, фильмы, особенно иностранные, когда нам показывают спецназосов, которые выполняют такие трюки, что дух захватывает. Мы все прекрасно понимаем, что мы такие же люди, и у нас тоже тело, тоже мясо и даже кровь. Поэтому говорить о том, что мы не можем быть ни ранены, ни убиты, это, конечно, все только, как говорится, киношные такие прожекты и не более. Мы такие же люди. Но, естественно, мы тренировались, тренируемся для выполнения тех задач, которые перед нами ставил государство. На сегодняшний момент, к своему глубокому сожалению, могу посадить, что у нас 33 человека за наше время работы нашего подразделения погибло, и, наверное, более 50 наших офицеров получили ранения за все время существования нашего подразделения. Мы упомянули как раз историю в городе Орджоникидзе. Был фильм «Взбесившийся автобус» Игорь Бочкин, там играл Ивар Кауниндж, латвийский. Актер смотрели этот фильм, кстати? Я не только смотрел, но и его конкурировал. Ну вот насколько он соответствует тому, что происходило, или все-таки это такое художественное преувеличение, то, что было показано в этом фильме? Это первый фильм, о котором вы вспомнили, да, совершенно верно. Это был фильм про Орджоникидзе «Взбесившийся автобус», а еще в последнее время, кажется, был фильм «Заложники». Это про тбилистские события, и раньше этот, помню, был анонс, это так называемая операция спецслужб «Свадьба». Помните, когда якобы молодожены, действительно молодожены, пытались под этой личиной захватить самолеты и перелететь в другое государство. Это тоже был фильм. Ну, говорю откровенно, у меня на эту тему уже спрашивали. И этот фильм постарался, наверное, дать психическое состояние тех, или психологическое состояние тех людей, которые захватывали автобус или захватывали детишек в этом Орджоникидзе. К сожалению, работа и состояние людей, офицеров группы «Альфа», особенно в Орджоникидзе, ну, естественно, к сожалению, мы ему показаны вот так глубоко, как хотелось бы не было. Ну, я думаю, что фильм, есть фильм художественный. А вот когда мы были в Орджоникидзе, вы просто не представляете, что такое захватить детей, четырехклассников вместе с учительницей, и что было с теми родителями, которые постоянно сопровождали все наши действия и потом на машинах поехали за нами в Минводы, в этот аэропорт и так далее. То есть это было такое психологическое давление, которое, наверное, не каждый может так спокойно к этому относиться. И второе, у нас не было дипломатических отношений с Израилем. И когда наш командир, герой Советского Союза Геннадий Николаевич Зайцев через все наши каналы, которые мы поднимали, мы договорились о том, что израильтяне готовы нас принять. То есть, представляете, да, то есть связей нет, или в дипотажах, а мы эту проблему решили. И когда нам сказали, что израильтяне готовы нас принять, то, конечно, операция стала иметь другой, другой свой, как говорится, ракурс, другое состояние. Мы сделали все, чтобы дети остались живы. Да, все дети остались живы, без предельницы. Мы на следующий день вылетели в Израиль и нам передали этих бандитов банды иштиянцев. Что чувствует офицер Альфа, когда работает, учитывая, что вам приходится иметь дело не с самыми приятными людьми? То есть, включается какое-то личное отношение? Или, как однажды мне рассказывал один детский хирург, я стараюсь не воспринимать ребенка в данный момент как ребенка. Я просто понимаю, что нужно его спасти, и я отношусь к нему отстраненно. Вот что чувствует офицер спецназа, когда выполняет свою задачу? Наверное, я соглашусь с таким выражением, но я хочу просто привести классический, наверное, пример. Это захват больницы в Беслане. Наверное, прогремел, наверное, весь мир, когда захватили учеников во время, как говорится, вот этой генетики. И три дня продолжалась вот эта эпопея по освобождению, большие трагедии. И когда нам говорят, вот, вы пошли там на штурм, и вот получилось так, что пострадали и детишки, и кто там находился при этом якобы штурме. Я еще раз хочу сказать. Мы в этой операции потеряли 11 офицеров. Представляете, что такое? 11 офицеров, элитных офицеров потерять в этой операции. И повторяю, такого понятия, как штурма, не было. Люди, наши офицеры, просто спасали детишек, которых стреляли вот эти бандиты. И вот я могу привести пример. Вячеслав Бочаров, он сейчас у нас в России зампредседателя общественной палаты России, он получил тяжелейшее ранение, спасая ребенка. И те остальные ребята, которые погибли, спасли тех детей, которых возможно было спасти. И вот я неоднократно был в Беслане, каждую годовщину, 3 сентября, мы вылетаем туда, и действовали офицеры, и ветераны, вылетаем на это Бесланское кладбище. Если бы вы представили, что это такое. Это красивейшиеся могилы из мрамора. И люди, родители, родственники, вот все эти годы не покидают это кладбище ни на секунду. Представляете, да, что это такое? И посредине этого кладбища стоит память наших спецназовцев. Наша каска, наш бронежилет и маленькие детские игрушки медвежон. Это дань памяти и уважения нашим ребятам. А в самой школе написано «Альфа» и «Вымпел». Спасибо, ребята. То есть, представляете, как относятся вот эти родители погибших детей к тому, что сделали наши офицеры. На ваш взгляд, если говорить об операции в Беслане, действительно много они писали, в том числе и критические были отзывы, потому что на кадрах виден хаос, когда и родители стреляют детей из автоматов, потому что много оружия было на руках. И, в общем, все это напоминает такой муравейник. На ваш взгляд, насколько грамотно была проведена эта операция, и что вообще там произошло в этом смысле? Мне трудно задавать какую-то сейчас четкую, ясную, что произошло. Я еще раз хочу повторить, что если кто-то, или пытаемся нам говорить, что это был классический штук, как мы понимаем, как действует спецназ «Альфа» в других случаях, то, конечно, вот этого классики не было, повторяю, это была операция по спасению оставшихся живых детей, потому что школа горела, все взрывалось, те бандиты, которые были там, не были взрывными устройствами, все, которые были там, и это все, вот эта баханалия, она продолжалась, и то, что вы видели на экранах, да, действительно, это была ситуация, когда наши офицеры только спасали детей. И, возможно, что-то можно было сделать по-другому, но это уже проблемы, как говорится, нашего анализа по прошедшему столько лет. Александр спрашивает у вас в Фейсбуке, штурмовали ли вы дворец Амина, и просит вас рассказать об этой операции. Я дворец Амина, может быть, к сожалению или к радости не штурмовал, потому что я остался жив. При штурме дворца Амина наши офицеры «Альфы» потеряли двух человек убитых, и 18 тяжело раненых, и вот эта операция, о которой мы говорим, она изучается всеми спецслужбами мира уже не один год, потому что 50 с лишним бойцов элитного подразделения «Альфа» и «Каскада», в то время, а теперь он «Вымпел», штурмовали 300 человек-защитников этого дворца, а если вы видели, как он расположен, этот дворец, этот серпантин, на котором вообще трудно смотреть, как к нему можно подняться. И наши люди одержали победу, и, повторяю, эта операция вошла во все аналоги изучения истории боевых действий спецназа мира. Вот ветеран управления «А» Виталий Демиткин говорил о том, что через три года, когда ты вступил в подразделение, ты начинаешь понимать, что и как, через пять лет уже владеешь собой, ну, отчасти, может быть, только через десять ты становишься уже таким, он выразился так, монстром своего дела. Как это было у вас? По крайней мере, я с Виталием соглашусь, это заслуженный офицер, много орденов и медалей, наверное, это правильно. Поэтому, когда спрашивают, сколько нужно времени, чтобы подготовить офицера спецназа, ну, я думаю, что пять лет – это минимум, когда офицер становится человеком, способным выполнять боевую задачу, и это раз. И второе – он понимает, как это делать, и потом он осознает, что в любой операции он может быть или тяжело ранен, или, не дай бог, убит. Вот это все вместе дает основание говорить о том, что да, он начинает привыкать вот к этим всем ситуациям. 10 лет – это является уже тот офицер, который, ну, наверное, сегодня, потому что вы действительно, не скрываете слово, может, кому-то не нравится, но это действительно элита спецназа. Это офицеры, которые готовы выполнить любую задачу. Вы знаете, в подразделении, кто это не скрывает, люди занимаются каждой своей профессиональной такой обязанностью. Есть у нас подводные пловцы, есть снайперы и так далее. Потому что эта задача, которая выполняется в нашем подразделении, она может быть любая. Мы можем выполнять задачи как на территории нашего государства, так и по приказу руководства вылетать в другие страны, для того, чтобы помогать тем людям, которые попали в заложники, или грозит погибель. Вы получили ранение в Афганистане. Вот о чем вы думали тогда, когда осознали, что были ранены? То есть пришло ли какое-то новое осмысление? Я в то время, наверное, мало помню, какое было пришлое осмысление. Я просто помню вот это событие, в котором сейчас все смеемся и говорят, что я второй раз родился. Во время ночной операции, когда мы уничтожали караван с оружием, который продвигали афганцы для боевиков, в этом бою три пули мне попали в автомат. То есть это у меня спасло то, чтобы автомат был на груди. Три пули раздробили весь магазин, весь автомат. Все это ушло, как говорится, в шею, в лицо. А одна пуля прошла на вылет, как я понимаю, теперь понимаю, в левое плечо. Так как у нас врач, как мы говорим в то время по-афгански, это Табиб, он был простой парень, он говорит, что я был капитан, я был капитан, у меня ничего нет, у меня есть только вата и спирт, как будем лечить? Я говорю, ну ты врач, ты лечи. Тогда что он сделал? Он налил мне стакан спирта, говорит, пей. Я стакан выпил спирта, он намотал на шомпол бинт и стал прочищать мне рану. Вы представляете мое состояние, когда шомполом залезают в эту рану? Больше, если хоть откровенно, вот у меня других воспоминаний вот этой, ну даже не страха, а какого-то такого непонимания, что со мной произошло, вот осталось на всю жизнь. Потом был вертолет, вызывали вертолет, и меня вывезли вертолетом уже в тот госпиталь, где я продолжал лечение. У нас звонок только что был, сорвался. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира, звоните нам, пишите в WhatsApp 230-6191. То есть вы можете понять, что чувствовал герой Сильвестра Сталлона в фильме «Рэмбо-3», когда он себе рану, в общем, помните, он там порох и поджигал ее? Я думал, что это фильм, есть фильм, но когда это было со мной, я понял, что действительно человек может выдержать, вот раньше я не думал, что это может быть. Я понимаю, что человек действительно может выдержать то, что в этом фильме, и то, что было со мной. Так что это действительно реальность. Да, у нас звонок сейчас. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, как вас зовут? Да, да, добрый день. Меня зовут Андрей. Да, Андрей, слушаем вас. Я вот, во-первых, хочу поприветствовать эту легенду, человек-легенда живая. Хотел я немножко к нашим, к местным событиям, я думаю, что у вас было запланировано даже в вашей программе, 91-й год. Вот эти события, которые здесь происходили, может, я немножко вперед забегаю по вашему плану, не знаю, как это вы там планировали, но наверняка разговор об этом будет. Вот, насколько я знаю, в Рижском Оммоне, как и во многих республиканских тогда по СССР, по-моему, один взвод, он подчинялся как раз Альфе, и, по-моему, даже у них удостоверения были, как и МВД, так и КГБ СССР. И что вот гость может сказать об этих событиях, которые происходили у нас в Риге, и как бы литовская таможня тоже... И события в Вильнюсе тоже. Да. Ну, в Вильнюсе это в Вильнюсе, я имею в виду на рижской границе латвийско-литовская таможня. А, я понял, там расстрел, да. Да, и как бы, ну, понятно, что это такой больной мозоль, но там и политики очень много было. Но вот что может гость сказать по этому поводу? Спасибо вам. Вот, да, о рижских событиях. Могу сразу сказать, что та интерпретация, которую сейчас говорил вот этот товарищ, это совершенно не соответствует действительности. Никогда ни один из рижских сотрудников ОМОНа никогда не имел удовлетворения ни Альфы, ни КГБ, потому что раньше КГБ, повторяю еще раз, была организация, которая имела только принадлежность своих сотрудников со своим удовлетворением. Так что это, ну, да, какие-то там домашние, это первое. Второе. Ну, мы не будем кривить душой, мы понимаем, что во время начала развала Советского Союза при Балтийской Республике первые объявили о своей независимости и сказали, что мы теперь отдельное государство. Поэтому отношение Альфы в этом случае в Риге, мы к этому никакого какого-то отрицательного, я бы так мягко выразился, ну, ситуацию никогда не имели. И откровенно говорю, что не надо нас связывать с рижским ОМОНом, потому что мы совершенно разные ведомства, совершенно разного подчинения. Вы в 92-м году ушли в отставку в звании полковника. 15 лет прошло, сколько вы были в подразделении, и прощание было трудным для вас? Или все же это не было прощанием? У меня была причина, почему я покинул подразделение, потому что после 91-го года, после тех событий, когда мы отказались, чтобы открывать Белый дом, президент Борис Николаевич Ельцин, мы тогда сразу нас перевели в службу охраны президента. Ну, понимаете, наш менталитет спецназовца, он, это свое внутреннее убеждение, именно менталитет человека, офицера, который воюет, или, по крайней мере, выполняет эти задачи, которые он считает нужны ему, как офицера спецназделения. Работа в охране, даже президента России, это совершенно другая работа, совершенно другая специфика. И могу, кстати, откровенно, я никогда этого не скрывал, когда я был депутатом Московской городской думы, 21 год, 5 созывов, когда ставился вопрос о недоверии президенту Ельцину, я голосовал один из трех, которые поддержали эту инициативу. Я, президенту Ельцину, наблюдая его, мягко говоря, за работой, считал, что мне трудно будет в этой ситуации работать в этой структуре и выполнять функции охранника. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, потом вернемся и продолжим. Напомним, что у нас в гостях. Да, почетный президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа Сергей Гончаров с нами на связи. Будем принимать ваши звонки во второй части. Мы продолжаем. Программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи почетный президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Телефоном прямого эфира, я напомню, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните. 29 июля этого года была годовщина создания подразделения по борьбе с терроризмом, группы А. Вот какой период наиболее трудным для подразделения вы можете выделить, может быть? Вы знаете, когда мы в 74-м году наше подразделение было создано, оно было создано по определенным причинам. Первое, наверное, самое главное, что у нас должна была быть Олимпиада в 80-м году, мы получили это право. А как вы знаете, на предыдущей Олимпиаде израильские спортсмены были убиты, захватены, прошел серьезная трагедия. И все прекрасно понимали, что это надо уроки извлекать. Второе, у нас в это время в стране появилось так называемое диссидентство. То есть, когда люди, недовольные властью, не имея возможности, в то время, как мы говорили, железный занавес, покинуть нашу страну, другим способом только захватывать самолет и перелетать в соседние государства. Что чревато было не только для самих этих людей, диссидентов, но и то, что погибало большое количество людей, которые находились в этих самолетах. И третья причина была в том, что как мы осознаем и признаем, что в так называемые страны нашего противника и оппонентов уже были созданы такие подразделения Германия, СГ-9, Франция, Америка, Великобритания. Так что мы в эти причины и послужили тому, что 29 июля 1974 года представитель КГБ Антропов подписал приказ о создании группы А КГБ СССР по борьбе с террористом. У нас звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Лариса. У меня два вопроса. Первый вопрос. Как вы адаптируетесь к мирной жизни после отставки? Потому что вы же уходите не старыми, а работоспособными. И некоторые говорят, что после такого адреналина трудно в мирной жизни обходиться. А еще один вопрос. У вас женщины были? Если были, на каких они должностях были? Или военные, или просто в каких-то штабах? Спасибо. Начиная с первого вопроса. Мне не так было трудно адаптироваться после службы в Альфе, потому что в 92-м году я ушел. В 92-м году мы создали свою ассоциацию, собрались 150 офицеров, которые уволились из подразделения, и создали ассоциацию ветеранов нашего подразделения. Там же меня избрали руководителя протестанции, которого я руководил 27 с лишним лет. Что я в работе недалеко отошел от действующего подразделения, потому что мы работали, и работаем до сих пор в полном взаимодействии. Это первое. Второе. Были трудные 90-е годы, когда развал России, бедность, и мы, не скрываю, наша ассоциация помогала даже нашим офицерам, когда они вылетали в компанировку и продуктами, и закупали оружие, и закупали боеприпасы, потому что некоторые, которые уволились раньше, они могли уже как-то финансировать, помогать финансово, будем вовремя подразделения. В то время государство полностью еще и отстрагировалось от того, чтобы помогать семьям погибших наших товарищей. И это мы тоже взяли на себя. Так что в этой ситуации я не чувствовал себя как-то отброшенным за поле деятельности там, где я служил. Это первое. Второе. Были ли женщины? Когда я служил, у нас была только женщина, одна это секретарь нашего командира. Сейчас в подразделении, да, служат женщины, но они не занимают те, как говорится, будем говорить прямо, не буду секретничать, те должности, которые могли бы быть, что они являются и выполняют боевую задачу, как там боевые пловцы или там стейперы. Они занимаются своей работой, раскрывать я ее не хочу. Вопрос по WhatsApp, который нам прислал Андрей. Хотелось бы узнать ваше мнение об операции по освобождению заложников в театре. В 2002 году Норд-Ост смотрел много разного материала, и мнения расходятся. А именно, можно ли было выполнить штурм более эффективно? Как вы можете прокомментировать? Возвращаясь к тому, что уже комментировал Беслан, могу прокомментировать Норд-Ост. Когда это произошло, было захвачено более 1200 людей в этом театральном центре. И если этот товарищ, который спрашивает, увидел, или, по крайней мере, прочитал то, что было внутри этого центра, а внутри этого центра было то, что боевики, вооруженные не только автоматическим оружием, они разложили всю взрывчатку от пола и потолка и заминировали все помещения. И их... там были женщины и мужчины, и каждый их боевик, давайте так назовем там, бандит, он держал свое взрывное устройство на полном контроле. То есть, любая команда, он нажимает на это устройство, и происходит взрыв. Когда стали анализировать, как все-таки проводить операцию, то посчитали, что если, не дай бог, все-таки эти взрывы произойдут, то будут погибнуть не только те, кто находились внутри, погибнут те с 15, которые будут штурмовать в этой ситуации, и здания, которые находились рядом, никто не даст гарантии, что жители останутся близ районов этих живых. Поэтому, представляете, о каком объеме, какой силе взрыва шла речь. Поэтому, в этом случае не мне судить, но считаю, та ситуация, которая была, она, наверное, была действительно безвыходна, и единственная, которая дала возможность офицерам, после того, как все были, ну, особенно, конечно, бандиты, были в состоянии не готовы к сопротивлению, сотрудники Альфа и Выпила начали штурм, и практически за несколько секунд все бандиты были уничтожены. Но, к сожалению, пострадали заложники, потому что та медицинская помощь, которая должна была быть оказана, вы понимаете, какая была там суматоха, и это все не позволило в кратчайшие сроки дать вот этот антидот, как мы говорим, для того, чтобы вывести людей из этого состояния. Притом, наверное, в этом зале тоже находились люди и больные, и с больным сердцем, и с такими другими болезнями, которые вот этот, как мы говорим, спецгаз не позволил, к сожалению, в нашей трагедии выживать. Много звонков у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Да, здравствуйте. У меня вопрос. Вот Беслан, потом, значит, Норд-Ост, не считайте, что это большой прокол нашей контрразведки. Пустили бандитов прямо на сцену и так далее, никто не отслеживает. Сейчас что-то изменилось в этом плане или нет? Можете что-то сказать? Да, спасибо вам за вопрос. Готов в какой-то степени с вами согласиться. Да, во время первой и второй чеченской кампании по всей видимости, как я уже говорил, после развала Советского Союза нашей спецслужбы, особенно агентурно-оперативный аппарат, не был в том состоянии, которое было во времена Советского Союза. И это действительно реакция на то, что произошло потом и Беслан, и Норд-Ост. На сегодняшний момент то, что констатировать мы можем, пока я уверен, что российские спецслужбы довольно-таки успешно противоставят терроризму. И, как вы знаете, практически каждую неделю даже чаще говорит о том, что и там, и там задержаны группы целые, как говорится, подразделения бандитов, которые готовили террористические акты или готовили взрывы или работали как вербовщики. Так что на сегодняшний момент думаю и надеюсь, что наши спецслужбы все-таки восстановили агентурно-оперативную работу и она пока, на мой взгляд, успешна. А еще у нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Да, говорите. Слушаем вас. Валдес, высокое вопрос. На чей стороне вы были в период действия ГКЧП? Спасибо. Спасибо вам. На стороне ГКЧП я не был ни на той, ни на другой стороне, потому что если мы называем ГКЧП, которая пыталась будем прямо говорить начать гражданскую войну вместе с Борисом Николаевичем Ельцином, то в этой случае мы не были ни на той, ни на другой стороне. Мы не хотели быть теми людьми, которые откроют стрельбу и начнут гражданскую войну, потому что за это должны отвечать те люди, которые нас это заставляли. Так что я ГКЧП не считаю законной властью, а Борис Николаевич в то время он был тем человеком, которому доверяла большая часть населения. Так что в этом случае я думаю, что мы заняли совершенно правильную политику, которая и показала правильность всех наших позиций, что подтвердил и 93-й год. Тогда уже Борис Николаевич Ельцин заставлял подразделение штурмовать помните, да, Белый дом и где-то Пасбулатов и его противник. Альфа 5 не стала штурмовать, а дала слово, что все защитники Белого дома останутся живы. Все живы, все здоровы, и Бурбулисы, и все остальные, как говорится, и все люди, которые были там, они сейчас здравствуют и благодарны нашему предприятию, что мы не стали штурмовать Белый дом. То есть офицеры Альфы, они нередко сами принимали окончательное решение, несмотря на то, что поступали в приказы. Да, конечно. Борис Николаевич Лейсон настаивал на штурме, и он это никогда не скрывал. Наши товарищи, понимая ситуацию, чем это закончится, у нас даже была, если сказать, трагедия, когда убили нашего офицера Сергеева, и мы считаем, что это было специально сделано, специально было сделано для того, чтобы вызвать какую-то психологическую, хотите, ну, как злость, ажиотаж, ажиотаж, чтобы они, как говорится, за труп своего товарища пошли на штурм, этого они не сделали. Наши три офицера, и сейчас можно сказать, его владелец подполковник Келексай, вышли к Белому дому с Белого дому, мы сказали, мы офицеры Альфы, мы крови не хотим, вы знаете, кто мы такие. Если вы готовы к переговорам, 20 минут будем разговаривать. В это время в этом Белом доме находился господин Баранников, я к нему нормально отношусь, он знал, что такое Альфа, он с нами был на учениях, он сказал и Бургусу и все остальное, ребят, сопротивление будет бесполезно, будет море крови, все равно Альфа свои возьмут Белый дом. Через 20 минут все вышли с подвитой руками, их рассадили в автобус и развезли. Дальше это уже не наша работа, и уже дальше политика. Еще звонок у нас, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, Александр, давайте. У меня вопрос вам не как спецслужбы антитеррора, а как офицеру КГБ. Вот вы говорите, республики Прибалтики объявили о своей независимости, и мы как бы здесь ни при чем. Ну, сейчас, допустим, Татарстан объявит о своей независимости, что опять ФСБ будет ни при чем. Спасибо. Вообще, вопрос, конечно, в какой-то степени провокационный. То, что мы говорим о развале Советского Союза в то время, наверное, это совершенно другая ситуация, и говорить о том, что ее сравнивать с сегодняшней ситуацией, ну, это сделать невозможно. Поэтому я совершенно четко могу сказать, у нас есть Конституция нашей страны, и если Татарстан заявит о такой реакции, то я думаю, что это будет решение не самого Татарстана, а всего населения Татарстана, и тогда только будет приниматься какое-то решение. Так что уверен, что ни одного человека, который может принять решение, выходить или не выходить, и что делать, этого быть не может. У нас есть Конституция, которой мы должны придерживаться. 672-12-93-9, и 672-13-93-9, телефон на прямом эфире, еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Да, Алексей. Знаете, вот председатель парламента России сказал вот сейчас недавно, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Значит, как понимать, значит, на одном человеке все государство держится тогда? Вот ваше мнение тогда. Спасибо вам за вопрос. Да, Сергей Алексеевич. Вопрос хороший. Ну, я, наверное, не сторонник вот таких заявлений, с одной стороны, но в то же время, наблюдая за последнее время, как движется наша страна, мне кажется, что на сегодняшний момент, повторяю, большинство населения, если даже случатся сейчас выборы, все-таки они поддержат Путина. Поэтому это уже вопрос надо задавать не лично мне, а к тем людям, которые выражают свои отношения к нашему президенту. Хотя я уверен, какая-то часть нашего населения недовольна в какой-то степени, может быть, какими-то проблемами, которыми, как решили наш президент. Но нет таких стран, в которых 100% населения было довольны своим президентом. Как вы оцениваете действия силовиков, в частности ОМОНа, потому что, ну, по крайней мере, сейчас мы можем наблюдать видеокадры, разгон несанкционированной акции сторонников выборов Госдома, там оппозиционных кандидатов не допустили, и, в общем, такие достаточно жесткие драматические кадры, когда ОМОН дубинками бьет людей, которые уже лежат. Там есть кадр с велосипедистом, который уже не сопротивляется. Но вот вы, как офицер спецназа, как оцениваете действия ОМОНа? Не считаете ли вы ОМОН, кстати, коллегами? Нет. Еще раз повторяю, спецслужб в России и в других странах очень много. Это спецслужбы, у нас теперь есть Росгвардия, у нас есть ОМОН, есть СОБР, и есть разделение, допустим, Альфа и Вымпел. Это совершенно разные вещи. Теперь по жесткости или там жестокости. Я как-то давал уже интервью, и говорю, давайте не путать жесткость и жестокость. Если тот офицер или тот краборщик или там рядовой, который избивал ни в чем не повинного человека Дубинка, я уверен, что будет служебное расследование, и он будет наказан. Но говорить о том, что все те наши сотрудники Росгвардии, полиции, которые охраняли эти митинги или пытались не поддаваться до провокации, являются людьми, которые нет ни чести, ни совести, это совершенно неправильно. Эти люди чести и совести, они защищают то, что они считают на сегодняшний момент необходимым. Они защитают государство. Если мы этого и понять не хотим, то не хотелось бы, как было в моей, я к Украине с большим уважением отношусь, потому что я сам с Ростовской области, и у меня много друзей на Украине, как было на Украине. Поэтому этого я не хочу. Еще у нас есть звонок. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как это зовут? Александр, вот вопрос в 90-х годах. ОМОН, вильнюсский и рижский, они просто выполняли присягу свою и выполнили, я считаю, на 5 баллов. Сейчас несколько человек сидит где-то в Литве, ОМОНовцев, там большие сроки получили. Что-то вы делаете для их освобождения или нет? Да, но там... По крайней мере, я переходим совершенно в другую, наверное, республику уже могу ответить. Да, состоялся суд и те наши офицеры, которые были в Вильнюсе в 91-м году, в январе месяце, они получили довольно-таки солидные сроки, уголовное наказание, но в любом случае, мое мнение, это считаю я, это все равно политический суд и никакого отношения к реальным событиям и к тем событиям, которые имели место в то время, не имеют. Почему? Потому что нашим людям не дали ни нормальной защиты, ни слушали адвокатов и те, как говорится, те люди, которые могли дать другие показания, а не только в пользу тех, кто судил наших офицеров. Я думаю, что на сегодняшний момент это просто еще раз повторять такое, ну, грубо говоря, политическое судилище и не более. Но возвращаясь к Альфе, как за этот период менялось подразделение? Ведь сейчас новое поколение Альфа гораздо более оснащенное, более мобильное, быть может, вот в этом смысле. Не только быть может, я не хочу скрывать, эти офицеры, которые служат сейчас, они на несколько порядков выше по всем показателям и по физическим, и по технической оснащенности. И надеюсь, что их моральные качества на сегодняшний момент не хуже, чем у нас. Но в любом случае, я повторяю, подразделение Альфа, оно уже существует в 45 лет, и надеюсь, что история этого подразделения будет продолжаться. Ну, вот как раз один из недавних документальных фильмов, который вышел к годовщине, 45 лет, Альфа победить и вернуться, он называется, и мне кажется, что вот это очень такая важная формулировка, потому что помимо победы нужно еще и возвращение, чтобы побеждать дальше. Насколько важной для вас в боевых операциях была мысль о возвращении? Когда мы провожаем своих офицеров на какое-то боевое задание, у нас есть, как говорится, такое выражение командировка два конца. То есть мы разумеем, что ты улетел туда живым и здоровым и обратно должен вернуться и живым, и здоровым. Вот это и есть выражение командировка два конца. И очень бы хотел, чтобы наши товарищи всегда, как говорится, эта присказка работала, и, конечно, чтобы они всегда имели вовольскую задачу. Она им просто необходима. Да, и напомню, что почетный президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфы Сергей Гончаров сегодня с нами на прямой связи. У нас еще есть несколько минут до конца эфира. Можете звонить нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Можно ли сегодня мировой терроризм назвать главным вызовом, который стоит перед человечеством? То, что назвать, это вообще проблема номер один. И до тех пор, пока мы все не поймем, повторяю слово, мы все не поймем, а мы этого не понимаем до сих пор, потому что наши противоречия политические, наши страны, Россия, Евросоюза, Европы, там, как хотите, называйте, Америки, они пока не совпадают. И это не дает возможности организовать единый, целый коллектив, комитет, организацию, которая могла бы бороться с мировым терроризмом. Это пример классической Сирии. Мы способны решить эту проблему, но, к сожалению, интересы России, Сирии, Америки, Турции и в какой-то степени не совпадают, и мы никак не можем найти общую точку сопротивления, чем пользуются эти бандиты. У нас еще звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Я хотел бы задать этому товарищу, или как он, командиру, кому он давал присягу, и не нарушил ли он ее? Каким образом? Поясните. Да, можно пояснить. Он давал Советскому Союзу, служил Ельцину. Спасибо. Хочу повторить. Да, я давал присягу Союзу в Советских Свящих Республиках. Как вы знаете, Россия потом взяла все обязательства Советского Союза на себя. Так что я ничем не покривил душой и присяги от присяги не отстрелил. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в прямой эфир программы Абонент доступен. Сегодня с нами на прямой связи. Да, почетный президент Союзации ветеранов подразделения антитеррора Альфа Сергей Гончаров, Сергей Алексеевич, спасибо, что нашли время и вышли к нам в прямой эфир. Всего доброго. Я был в командировке прекрасная страна, великолепный город. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. До свидания.